Добрый вечер! Сегодня мы продолжаем читать сказку Валентина Постникова «Самоделкин и карандаш на Марсе». Голова вторая, в которой карандаш и самоделкин собираются в новое космическое путешествие. С тех пор, как развойники поступили в школу следопытов, прошло 3 дня, а на 4 день им мучиться надоело. Они решили, что и так все на свете знают и им в этой школе больше делать нечего. А раз так, то пора снова отправляться на поиски сокровищ. Но теперь-то уж они их точно должны найти, расстались следопытами. И первым местом, куда разбойники отправились, был домик карандаша и самоделкина, который находился у площади романтиков на Мечтательной улице в доме номер 21. Первонаперво разбойники решили подкрасться к окнам дома, чтобы послушать, о чем разговаривают карандаш и самоделкин. В комнате в это время как раз собрались самоделкин, карандаш и их лучший друг географ Пыхтелкин. Они о чем-то оживленно спорили. «Мы должны отправиться в путешествие на Марс», – уговаривал друзей профессор Семен Семенович Пыхтелкин. «Почему же именно на Марс?» – удивленно спрашивал карандаш. «Потому что на Луне мы уже побывали», – продолжал настаивать профессор. «А на Марс еще не ступала нога человека». «Конечно, не ступала, ведь эта планета гораздо дальше, чем Луна», – засмеял самоделкин. «Но для дремодолета это не беда. Теперь наш космический корабль может летать с невероятной скоростью». «А что там на Марсе интересного?» – продолжал сомневаться карандаш. «О, много чего!» – загорелись глаза у географа. «Это планета красного цвета, а все потому, что ее поверхность просто усыпана красным песком. На Марсе очень холодно. Гораздо холоднее, чем, скажем, на Северном полюсе. Кроме того, на этой удивительной планете бывают настоящие песчаные бури. Бури красного цвета. Такое только во сне можно увидеть. А люди там живут», – спросил карандаш. «Некоторые астрономы считают, что раньше на Марсе жили люди. Правда, это было очень давно, когда еще по Земле бегали динозавры, а по небу летали ящеры. А потом, куда подевали все эти люди?» – удивился Самоделкин. «Вот это самая большая загадка на свете», – таинственно сказал профессор. «Пропали не весь куда, и все тут. А может быть, люди с Марса переселились на нашу Землю?» «Может быть», – загадочно произнес Семен Семенович. «Значит, нам нужно полететь в космос и выяснить, куда подевались с Марсом марсиане», – вскакивая с кресла, радостно закричал карандаш. «Как же мы отыщем следы марсиан на такой большой планете?» – удивился Самоделкин. «Для этого нужны следобыты. А где же мы возьмем для полета сыщиков?» «Мы согласны быть вашими следобытами», – не выдержав, закричал, заглядывая в окно шпион Дырка. «Мы согласны лететь в космос на вашем дырдолете». «Это кто там под окнами подслушивает?» – разлил Самоделкин. «Вы только посмотрите! Да это же опять они, разбойники!» «Бывшие разбойники», – поправил железного человечка пират Бульбуль. «Да, бывший», – быстро кинул головой шпион Дырка. «Теперь у нас новая профессия. Теперь мы сыщики-следопыты». «Так я вам поверил!» – отворяя немного шире створку окна, проворачал Самоделкин. «Рассказывайте сказки!» «Точно-точно! Со старым давно покончено!» – пробосил пират Бульбуль, боясь, что им не поверят и откажутся взять в космическое путешествие. «Вам не нужны сыщики!» «Так вот они и мы, и искать никого не нужно!» «Мы окончили школу сыщиков-следопытов с золотой медалью, и теперь можем найти что угодно и где угодно, хоть кенгуру на Северном полюсе!» «Следопыты нам действительно могут пригодиться!» «Расхаживая по комнате, задумчиво произнес Семен Семенович. «Неизвестно, что нас ждет на Марсе!» «Так, значит, вы нас принимаете в свою космическую команду?» В скорабке увес на подоконник радостно заговорил шпион Дырка. «Так и быть!» – сказал Карандаш. «Влетаем через час!» «Пойду готовить космический аппарат к полету!» – вздохнул Самоделкин и направился к гаражу. «А мы пока перекусим на дорожку!» – обрадовались разбойники и, отпихивая друг друга локтями, бросились к большому пузатому холодильнику. «Только и знает, что лопать все время!» «Без деньги!» – пробурчал тихонечко себе под нос Самоделкин, отворяя тем временем ворота своего гаража. Он не любил пирата Бульбуля и шпиону Дырку. На этом все. А теперь ложитесь спать. Спокойной ночи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»